Вы когда-нибудь пробовали отбеливать зубы клубникой? Нет? Я тоже. А что если я вам скажу, что виноградный сок может вылечить мигрень? Как бы странно это не звучало, но это лишь пара примеров простых советов о том, как ухаживать за организмом и любить себя. Ну, приступим. И начнем мы с номера 12. Пейте виноградный сок при мигрени. Вы знаете, что вызывает мигрень? Это дисбаланс химических веществ, таких как серотонин, и именно поэтому виноградный сок может вас спасти. Он действует не как болеутоляющее, а как превентивная мера. Как только почувствуете приближение мигрени, выпейте виноградного сока. В винограде много витаминов С, А и В2. Витамин В2, также известный как рибофлавин, помогает восстановить баланс веществ в мозгу и снизить уровень железа в крови, который может вызывать мигрень. Это было доказано в 2004 году неврологами из университета Гумбольта в Берлине, Германия. Номер 11. Ешьте лосось, чтобы волосы оставались здоровыми и блестящими. Можно покупать дорогостоящие шампуни и бальзамы, и все равно не увидеть улучшений. Но дело не только в том, чем вы обрабатываете волосы, но и в вашей пище. Так что подружитесь с лососем. Он богат витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для увлажнения волос и кожи головы. Омега-3 также помогает поддерживать чистоту и здоровье волосяных фолликулов. Поскольку омега-3 на самом деле белок, его нехватка замедляет нормальную скорость роста волос. Так что чем больше вы едите лосося, тем здоровее ваши волосы. В 2015 году доктор Глинис Эблон, основательница Института кожи Эблон в Манхэттен-Бич, Калифорния, доказала это в своем исследовании. Вдобавок, благодаря своему увлажняющему действию омега-3 снижает воспаление, помогает лечить перхоть и уменьшает сухость, приводящую к ломкости волос. Номер 10. Сбросьте лишние килограммы при помощи воды с лимоном и с солью. Лимон и соль – два волшебных ингредиента, помогающих вымывать токсины из организма и довольно быстро сбросить лишний вес. В 2016 году доктор Саймон Торнтон из Университета Лотарингии во Франции описал в своем исследовании точный процесс. Повышенное содержание воды улучшает перистальтику и снижает аппетит, убирая лишние калории. Согласно данным Национального института здоровья США, вода с лимоном и солью также ускоряет обмен веществ, повышая митохондриальную функцию. Это помогает организму вырабатывать больше энергии, не требуя больше калорий, и в результате вы сжигаете их быстрее. Номер 9. Отбелите ногти зубной пастой. Если ваши ногти имеют желтоватый оттенок, вы хотите отбелить их естественным путем, решение – зубная паста. Она отбеливает и защищает ваши зубы и способна сделать то же для ногтей, поскольку и те, и другие имеют в составе кератин. Возьмите чистую зубную щетку, нанесите немного пасты и легкими движениями втирайте ее в ногти. Оставьте на минуту, смойте водой и вуаля! Номер 8. Стимулируйте рост волос при помощи самодельной сыворотки. Правильное питание – ключ к быстрому и здоровому росту волос. Но если вы хотите пойти дальше, то создайте собственную сыворотку для роста. Первый ингредиент – касторовое масло. В нем содержатся питательные вещества, такие как витамин Е для увлажнения, омега-9 и омега-6 жирные кислоты, а также минералы, впитывающиеся в кожу головы. Второй ингредиент – масло авокадо, которое богато витаминами и минералами, питающими волосы и защищающими их от ломкости. И последняя составляющая – это кокосовое масло, которое считается королем всех масел по многим причинам. Только его можно наносить прямо на волосы для предотвращения потери белка. А поскольку оно также богато омега-3, омега-6 и омега-9 жирными кислотами, то защищает волосы от внешних повреждений и солнца. Смешайте все масла в равных частях, нанесите смесь на кожу головы и волосы и массируйте 10-15 минут. Оставьте еще на полчаса-час, смойте в душе и нанесите немного масла на кончике волос, пока они еще мокрые. Повторяйте три раза в неделю. Номер семь. Ешьте завтрак в течение получаса после пробуждения. Как только вы утром открыли глаза и выпили воду с лимоном и солью, необходимо позавтракать в течение получаса. Даже если вы не голодны, пропускать завтрак – большая ошибка, особенно если вы хотите сбросить или удержать вес. По информации Национального реестра контроля за весом США, более 70% тех, кто успешно сидел на диете, завтракали в течение получаса после пробуждения. Дело в том, что метаболизм замедляется во время сна, и для нормальной работы ему требуется час. Так что, съев завтрак до полного пробуждения обмена веществ, вы будете сыты дольше, а значит, не станете есть больше за поздним завтраком или обедом. Номер шесть. Пейте гидролизованный коллаген вместо нанесения его на кожу. Если вас уже заботит старение кожи, у вас наверняка есть целая коллекция увлажнителей, масок и сывороток, богатых коллагеном. Но проблема в том, что коллаген даже в гидролизованном виде не способен проникать через кожу туда, где он свяжется с другими белками и улучшит ваш внешний вид. Так что лучший способ бороться с возрастом – это принимать пищевые добавки. Согласно исследованию 2013 года, проведенному немецкими и бразильскими дерматологами, прием внутрь гидролизованного коллагена замедляет старение на 27%. Улучшает здоровье костей, повышает мышечную массу, предотвращает костный распад и остеопороз и облегчает боль в суставах. Номер 5. Проведите детокс кожи при помощи угольной бомбочки для ванн. Нечто столь незамысловатое, как активированный уголь, может отбелить ваши зубы, вылечить акне и убрать нежелательные жиры из кожи. Все очень легко. Токсины просто прилипают к углю. Смешайте 1 столовую ложку активированного угля, 3 четверти стакана пищевой соды и четверть стакана плюс 2 столовые ложки лимонной кислоты в большой стеклянной миске. Растопите 3 столовые ложки кокосового масла и смешайте с сухими ингредиентами. Можете также по желанию добавить пару капель какого-нибудь эфирного масла. Подготовьте форму для вашей будущей бомбочки, заполните одну ее половину, а затем вторую, сделав небольшой холмик. Спрессуйте половинки и запечатайте. Вынесите бомбочку на воздух и оставьте сушиться на сутки. Бомбочка готова! Номер 4. Используйте соль для уменьшения раздражения от бритья. Если вы ищете почти бесплатное лекарство от вросших волос, то оно перед вами. Соль повышает кровообращение, снижает воспаление и лечит раздражение кожи, так что она поможет, если у вас не заладилось с бритьем. Всыпьте 2 столовые ложки соли в стакан теплой воды и размешайте до растворения. Возьмите ватный тампон и обмакните его в смесь, затем аккуратно нанесите на вросшие волоски. Дайте высохнуть. Повторите столько раз, сколько нужно, чтобы от них избавиться. Также можно использовать смесь в качестве средства для отшелушивания, чтобы вросшие волоски не появлялись. Если у вас чувствительная кожа, то лучше попробовать сахарный скраб. Номер 3. Отбелите зубы фруктами. Кто откажется от голливудской улыбки? Хорошая новость! Фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, творят чудеса в избавлении от желтизны зубов. Клубника помогает отбеливать зубы и убирать пятна от кофе и вина. Яблоки, естественно, удаляют потемнение, поскольку способствуют образованию слюны и очищают полость рта. Апельсины и другие кислые фрукты помогают нейтрализовать кислотность во рту, вызывающую гниение зубов. Номер 2. Пейте кофе для здоровья желчного пузыря. Несмотря на то, что кофе считается не самым здоровым продуктом, в чистом виде он довольно полезен. По сути, это ведь сок из зерен с горячей водой, и у него масса преимуществ. Однако из самых важных свойств кофе в том, что он помогает здоровью желчного пузыря. Согласно исследованию, проведенному доктором Майклом Лейтсманом в Гарвардском колледже здравоохранения в 1999 году, кофеин в кофе запускает сокращение желчного пузыря. Учащенные сокращения не дают небольшим кристаллам в пузыре становиться крупными камнями. Номер 1. Чистите экран телефона, чтобы предотвратить высыпание. Вы не ослышались! Между частотой экрана вашего телефона и состоянием кожи есть тесная взаимосвязь. Если вы не будете регулярно чистить экран антибактериальными салфетками, на нем скопится столько бактерий, что вы себе даже представить не можете. А когда вы прикладываете телефон к щеке, все они перебираются на кожу. Так что протирайте экран, не прижимайте его слишком сильно, или пользуйтесь наушниками, чтобы избежать контакта с экраном. Рекомендует доктор Дебра Джаллиман, дерматолог из Нью-Йорка. Хотите опробовать какой-нибудь из этих советов? Который из них вас заинтересовал больше всего? Расскажите в комментариях! Если вы сегодня узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь уходить! У нас есть для вас более двух тысяч других видео. Просто выберите ролик слева или справа, нажмите на него и наслаждайтесь просмотром. Оставайтесь на яркой стороне жизни! Субтитры создавал DimaTorzok